МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Неделя города» с вами Анна Герцовская. Мои коллеги, репортеры телекомпании «Город» приготовили для вас новости нашего региона. Смотрите в этом выпуске. Натуральные продукты на современном оборудовании. Для студентов Агротехнологического университета открылись новые возможности. С семимильными шагами проект «Пушкинская карта» нашел отклик в сердцах молодых. В Рязанском государственном агротехнологическом университете имени Костачева состоялось открытие четырех новых мастерских в рамках национального проекта образования. Они разделены по направлениям ветеринарии, сельскохозяйственные биотехнологии, промышленное садоводство, эксплуатация сельскохозяйственных машин. Скорость вращения ножей – тысяча, шесть оборотов в минуту. И можно еще. На современном оборудовании в мастерской по компетенции сельскохозяйственной биотехнологии студенты Рязанского государственного агротехнологического университета продемонстрировали руководство региона, процесс технологического производства колбасных изделий, технологию производства молочной продукции, сыра, масла, мороженого, йогурта, выпечку душистого хлеба и хлебобулочных изделий из натурального сырья отечественного производства. Это полный цикл производства – от обработки сырья до получения готовой продукции. Мы провели большую работу, огромную, и в течение года занимались как раз именно оборудованием этих аудиторий. И сегодня мы открываем один из модулей, которые представили, и также несколько модулей у нас расположены в других корпусах, которые мы также сегодня открываем торжественно. Агротехнологический университет стал победителем конкурсного отбора на предоставление грантов из федерального бюджета по федеральному проекту «Молодые профессионалы». Финансирование гранта позволило открыть в университете мастерские по приоритетной группе компетенций «Сельское хозяйство». Создание новых учебных мастерских позволяет повысить эффективность образовательного процесса и качество знаний обучающихся, потому что мастерские позволяют развивать у ребят практические навыки и знакомить их непосредственно с самым современным оборудованием, используемым в том или другом направлении образовательного процесса. Новая техника и оборудование помогут студентам готовиться к чемпионатам профессионального мастерства WorldSkills и проведению демонстрационных экзаменов, а также подготовить конкурентоспособные кадры международного уровня для агропромышленной отрасли региона. Сейчас действительно строятся новые фермы, новые элеваторы, обновляется, так сказать, оборудование в предприятии пищевой переработки, модернизируется парк техники очень серьезно. И самый важный момент, что это синхронно делается и с модернизацией образовательного процесса в университете. И мы видим, что на данном этапе специалисты будут входить более подготовленным. Рязанский государственный агротехнологический университет имени Костачева – это одна из крупнейших образовательных организаций в регионе, являющаяся ключевым участником агропромышленного комплекса Рязанской области. В настоящее время университет – интенсивно развивающийся учебно-научно-производственный комплекс, обладающий материально-техническим и интеллектуальным потенциалом, обеспечивающим формирование высококвалифицированных специалистов для аграрной отрасли. Максим Васильев, Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания «Город». С 1 сентября в нашей стране стартовал культурный проект «Пушкинская карта». Она дает возможность студентам и школьникам культурно обогащаться, причем бесплатно. Для себя карту оформили уже более 2 миллионов подростков в возрасте от 14 до 22 лет. О том, как рязанцы посещают театры, выставки и мероприятия по этой карте в нашем репортаже. «Пушкинская карта», судя по статистике, набирает популярность. Ей уже оплатили 360 тысяч билетов на сумму 271 миллион рублей. В этом году потратить можно всего 3 тысячи рублей, но уже со следующего сумма возрастет до 5 тысяч рублей. По «Пушкинской карте» рязанцы предпочитают посещать спектакли, выставки и концерты. На сегодняшний день практически полторы тысячи билетов куплены по «Пушкинской карте». Они продаются не только на наш репертуар, но и на предстоящий в ноябре фестиваль спектакля о любви и свидании на театральной. Ну, достаточно активно. С 1 сентября только началась эта программа, уже почти полторы тысячи билетов. Это такие активные продажи, мы считаем. Стать участником программы просто. Нужно зарегистрироваться на портале госуслуги. Установить на телефон приложение госуслуги.культура. Оно доступно для скачивания на всех маркетплейсах. И там оформить виртуальную карту. Также «Пушкинскую карту» можно оформить через отделение почта банка. Одно важное напоминание – карта оформляется только тем гражданам, кому уже есть 14 и еще нет 22. «Пушкинская карта» показала, какая у нас необыкновенная молодежь. Потому что в первые же дни молодые люди пытались купить билеты не только для себя, но и для своих родственников. Сделать подарок бабушкам, своим друзьям. Но, к сожалению, это неправильно. И я вот очень рекомендую всем молодым людям, перед тем, как они покупают билеты, обязательно читать инструкцию. Потому что «Пушкинская карта» дает возможность конкретному человеку, именно ему, государство, дает возможность сходить на спектакль, в театр, сходить в музей, и приобщиться к культуре, к искусству. Поэтому, покупая билеты, надо обязательно читать инструкцию. Культурно потратить 3000 рублей нужно до конца этого года. Иначе остаток средств на Пушкинской карте, что называется, сгорит. Функциональность карты пока ограничена исключительной сферой культуры. И напоминаем, платить по ней в магазине нельзя. Как и самостоятельно управлять счетом. Снимать наличные и пополнять. Герман Гущин, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Новый документ о развитии конкуренции до 2025 года стратегически важный. В нем должны быть обозначены основные приоритеты в сфере антимонопольного законодательства, чтобы качественней стали и товары, и услуги, и благосостояние граждан. Об этом говорили на общественном совете при УФА с Паризанской области. Главное сейчас – определить важнейшие товарные рынки, обозначить надзор за ними. Кроме того, на совете говорили и об электрическом подключении частных домов. Новый план развития конкуренции до 2025 года, который в Рязанском УФА ждут из Москвы – это своеобразная дорожная карта, перечень приоритетных для федерального центра рынков. По этому документу и будет теперь работать служба. Кстати, по предыдущему сценарию число нарушений антимонопольного законодательства органами государственной власти удалось снизить вдвое. Сработала самодисциплина. Достижение этого показателя было обусловлено нанесенными в законы защиты конкуренции изменениями, которые позволили по предупреждению антимонопольного органа, органам публичной администрации назовем это так, самостоятельно устранять нарушения антимонопольного законодательства без каких-либо процедур. То есть без процедуры возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, который достаточно длительный характер имеет. И в случае выполнения такого рода предупреждения в добровольном порядке должностные лица этих органов не поближат к привлечению к административной ответственности. Еще одна важная тема, судя по обращениям в УФА, с подключением электричества в частном секторе. Нарушение сроков технологического подключения, навязывание установки приборов учета. С прошлого года покупать счетчики – это задача сетевых организаций, заставлять вас покупать их за свой счет незаконно. Впрочем, есть здесь еще подводные камни. Употребители начинают замечать, что показания приборов учета, которые в них лежат, странным образом себя ведут. Они по их мнению завышены. И потребитель как бы сделать уже ничего не может. Потому что доступ у него, хотя он должен быть, к электричеточку, но он как бы отсутствует. А сетевая компания выставляет очень большие платежи, поясняя, что есть прибор учета, вот мы сняли показания. Здесь со стороны сетевой компании тоже могут быть злоупотребления. До Рязанского опыта это еще не дошло. А у других субъектов Российской Федерации есть такие жалкие потребители. Мы в курсе тоже будем за этим следить. Тема роста продуктовых цен на общественном совете всегда тема номер один, вне зависимости от повестки. Вот и на этот раз обсуждение было бурным. Недавний скандал с главными продуктовыми ритейлерами получил продолжение. Мы усилили свой контроль за ценами. И в итоге в сентябре было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении двух крупнейших наших торговых сетей. Это «Магнит» и «Пятерочка». И в рамках этого дела мы более детально посмотрим, насколько обоснованно эти торговые сети устанавливали цены на овощи. Картофель, морковь, лук, капусту в летний период. Каждый раз, когда цены увеличиваются, антимонопольный орган об этом знает. У нас есть и собственный мониторинг, поэтому все это позволяет нам оперативно реагировать и направлять свое время на запросы, смотреть, насколько обоснованно в той или иной сети выросли торговые наценки. Вопрос взаимодействия торговых сетей и поставщиков под пристальным надзором УФАС. Бешеных скачков цен не будет. Служба за этим проследит отдельно. Максим Васильев, Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, Телекомпания «Город». Убийство 15-летнего парня в Рязани вызвало широкий резонанс в обществе. По предварительным данным, мальчика принесли в жертву во время оккультного обряда. Предполагаемые убийцы уже задержаны, а не дают признательные показания. Следственный комитет предоставил нам эксклюзивный комментарий. Все подробности у Германа Гущина. Информация о пропаже 15-летнего Романа Федулова сразу же распространилась во всех социальных сетях. Мальчик с семьей проживал в поселке Учхоза, Стенькино, Рязанского района. Одна половина дома принадлежала матери, другая – отчиму. 9 октября 2021 года в правоохранительные органы поступило сообщение об исчезновении 15-летнего подростка в Рязанском районе. По данному факту, Рязанским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ, в рамках которого проводились следственные действия и поисковые мероприятия по установлению местонахождения пропавшего и выяснению обстоятельств исчезновения. 8 октября он находился дома, но после 21 часа перестал выходить на связь с родственниками. Дальнейшее местонахождение подростка установить не удалось. В доме полицейские обнаружили следы крови. Та же кровь была найдена и в автомобиле отчима. Круг подозреваемых сузился, а тут еще и оказалось, что они исповедуют оккультную религию. В ходе дальнейшей работы полицейские вышли на след предполагаемых злоумышленников – женщины и мужчины, бывшего отчима пропавшего. В автомобиле мужчины также была обнаружена кровь подростка, что подтвердило исследование. Во время допроса подозреваемых бывший отчим и его подруга признали в совершении преступления. По словам мужчины, несчастье произошло во время проведения одного из обрядов, который должен был вернуть его в семью. На спине подростка они хотели начертить пентаграмму, но вместо этого подруга нанесла мальчику несколько ножевых ранений. Мария взяла гаечный ключ, монтажку, обмотала его тряпкой и охотничий нож. Я так думаю, нож для того, чтобы рисовать, потому что нехломастерно нужно было чем-то нацарапать. Видимо, рисовать ножом как я. А вот я говорю, ты смотри, тут не убей. Я говорю, монтажка, может, что-нибудь она нет. Я говорю, ну, чтобы простудить, чтобы обрушить ее нос. И вот мое и ей. Она пошла, я остался в машине. По времени, сколько она была, не знаю, я сидел в темной машине, среди поля субъективно минут 15, плюс-минус 5 минут, не знаю, сколько время прошло, прибегаясь к ним по глазам, я его убил. По версии следствия, смерть мальчику причинена подозреваемыми в связи с совершением ими действия обряда культового характера. В настоящее время задержанными выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление и уточнение всех обстоятельств преступления. Тело подростка обнаружили в лесополосе недалеко от места жительства. Подозреваемые задержаны. Следствие продолжается. Герман Гущин, телекомпания «Город». Новость неделя. Завершение расследования аварии на мосту через Трубеж. Осудят фельдшера, водитель же признан потерпевшим. Выяснилось, что у мужчины были завышенные показатели по артериальному давлению и температуре. Несмотря на это, его допустили к управлению транспортом. Материал со всеми подробностями и комментариями правоохранительных органов прямо сейчас. Это кадры апрельской аварии на мосту через Трубеж. Тогда маршрутный автобус на скорости врезался в автомобили, стоящие в пробке. Буквально под замес попали сразу 12 транспортных средств. 9 человек получили травмы, в том числе и годовалый ребенок. Проверка областной прокуратуры и следственного комитета длилась полгода. Причину ДТП назвали сразу. Водителю маршрутки стало плохо за рулем. А вот степень вины каждого ответственного лица установили только сейчас. Следствием установлено. 12 апреля 2021 года водитель пассажирского автобуса прошел предрейсовый осмотр водителя. В момент осмотра водитель имел завышенные показатели по артериальному давлению в пределах 175 на 110, предупустимых пределах 140 на 90 и температуре тела. Несмотря на имеющиеся показатели общего состояния организма, отличающиеся от приказа Минздрава России, он был допущен к управлению автобусом. Жертв удалось избежать благодаря неизвестному герою, рассказали очевидцы. Один из пассажиров взял ситуацию под контроль. Он сел за руль, смог выровнять траекторию движения автобуса и сбросить скорость. Это позволило избежать большой трагедии. Впрочем, виновником аварии признан отнюдь не водитель. Указанные ваши обстоятельства стали возможны ввиду нарушения фельдшером организации, которая проводила предрессовый осмотр и допустила водителя поправить рассмотр с средством. Следствием собрана достаточно доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Прокуратура региона провела проверку компаний-перевозчикам. Попросили предоставить необходимые документы. Срок это не сделали, и директор фирмы получил несколько штрафов. Но это нарушение оказалось не единственным. В нарушении части 5 статьи 3.2 федерального закона от 8 ноября 2007 года номер 259 ФЗ Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта обществом осуществлялась деятельность по перевозке пассажиров с использованием автобуса, сведения о котором не включены в реестр рецензии. За это фирма получила еще один штраф – 200 тысяч рублей. Как уверяют правоохранительные органы, все виновные понесут наказание. Валерий Седов, Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Сотрудники Рязанской госавтоинспекции провели рейды по выявлению нарушений среди рязанских водителей. Помогла им паутина – система оперативного поиска нарушителей. Валерий Седов расскажет подробнее. Десять нарушений только за первый час. Вот неполная статистика работы экипажей ДПС и специальной системы паутина. Работает она так – с камер автоматизированных фиксаций информация сразу передается экипажам на местах. По этим данным машины и останавливают. Самые частые правонарушения – это нарушение правил регистрации авто и управления с подложными знаками. До полудня сотрудники госавтоинспекции задержали 20 водителей. Водители таких автомобилей составлялись административные материалы, им выписывалось штраф от 500 до 800 рублей, а также на месте измалили государственные регистрационные знаки. Теперь таким водителям необходимо в короткий срок либо прекратить использование автомобиля, либо вновь поставить его на учет в госавтоинспекцию. Система паутина заработала в Рязани с мая. На эти компьютеры информация с камер фиксации поступает. Работает она постоянно. Здесь стоит сказать, что используется эта СПО паутина на регулярной основе и инспекторы используют его в повседневной деятельности. Сегодня был специализированный рейд, который мы проводим также регулярно, несколько раз в месяц. Просто в ходе этого рейда было привлечено дополнительное количество экипажей. В городской черте Рязани рейд закончился. Теперь сотрудники ГИБДД переместились в область, ловят нарушителей там. А зная недельную статистику, можно уверенно констатировать, в сеть паутины попадется еще не один нарушитель. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания, город. По отечески добрую помощь сирийским детям сегодня оказывает рязанец Владимир Янаки. Член Союза художников России и Общественной палаты Рязанской области стал председателем жюри международного конкурса «Россия и Сирия глазами сирийских детей». Ребята от 9 до 15 лет рисовали свои картины мира и дружбы между нашими странами. И в ближайшее время Владимир вылетит в Сирию, чтобы лично передать подарки победителям. Эти картины создали дети из Сирии. В них они отразили взаимодействие двух народов. Это мы спасли их родину от тотального разрушения. И именно нам мальчишки и девчонки посылают благодарные образы. Как отметил председатель конкурсного жюри, дети всего мира говорят на одном языке. В работах сирийских детей прослеживается их желание увидеть мир и счастье на родной земле. Всего в конкурсе «Рисунка. Россия и Сирия глазами сирийских детей» участвовал 61 ребенок. Среди них есть 6 победителей. На каждое из призовых мест по 2 человека. Еще 4 ребят ждут поощрительные подарки. Сейчас вот эта выставка сирийская у нас будет в конце года показана в Рязани в нескольких точках. Она будет у нас представлена и в Рязанской областном доме, и в общественной палате Рязанской области. И потом уже весной 2022 года эти работы полетят обратно в Сирию, где будут представлены нашим уже российским военнослужащим на базе Хмеймим в провинции Латакия. Работы сирийских ребят попали в Россию с помощью наших военных летчиков. В конце октября Владимиру Янаке предстоит командировка на сирийскую землю. Там он передаст подарки не только участникам конкурса, но и тем детям, кто только начал изучать русский язык. Мы с большой любовью отобрали детские книги, причем отобрали самые любимые нами самими книги наших самых известных и самых любимых авторов. Успенский, Захадер, Устовский. То есть все то, что мы сами очень любим, Кушкин, конечно, все то, что мы сами любим, ценим и что сами читаем нашим детям. Особое внимание должно привлечь издание, выпущенное Рязанской областной библиотекой совместно с Библиотекой иностранной литературы имени Рудомино. Книга нашего Сергея Есенина, Анны Снегина, выпущенная на 11 языках. Художник-живописец Владимир Янаки сотрудничает с Министерством обороны России с 2017 года. За это время он провел в Сирии три масштабные персональные выставки. А в прошлом году Владимир привлек к выставке детей из Рязанской школы-интерната «Вера». Их работы, распечатанные на пластике, были выставлены на российской авиабазе «Хмеймим». Эта выставка, в отличие, конечно, от выставок персональных моего творчества, живописных произведений, была даже чем-то более интересна для военных. Потому что многие вспоминали свои семьи, свой дом, родину. И для многих военнослужащих это была возможность, хорошая возможность, как бы на некоторое время побывать на родине, отвлечься от внесения тяжелой службы за пределами Отечества. То есть так вот многие с душой к этому подошли. И был очень, конечно, сильный отклик такой вот военнослужащих. Многие посетили, многим эта выставка понравилась. Художник-живописец отметил, что командировки в Сирию производят на него большое впечатление. В своих работах теперь он отражает не только колорит арабской страны, но и саму тематику конфликта, пропущенную через призму личной философии. Для него важны сюжетные работы. Большие разрушения, масштабные архитектуры городов, поселков, разных населенных пунктов. То есть там многие населенные пункты вообще просто стерты с лица земли. И люди продолжают жить, сирийцы продолжают жить в этих руинах разминированных, многие даже и не разминированы. То есть вот эти разрушенные дома. И часто, например, в Алеппо там одна сторона улицы не тронута, а другая сторона улицы полностью взорвана. И в этих вот руинах там и люди живут. Например, там на третьем, на четвертом этаже в разрушенном доме там видно белье висит, сохнет. А в небольших таких городках, в поселках люди просто спят на земле, на циновках и готовят себе в этих вот руинах, на кострах есть. Сейчас автор в процессе создания большой серии картин под общим названием «На сирийской земле». Это около 40 полутораметровых холстов, которые сначала будут выставлены в Рязани, а затем в Москве. Владимир Янакий из семьи военных и, видимо, генетика играет в его творчестве немаловажную роль. Своими работами он хочет и дальше приносить пользу дружественной нам стране и верит, что мир на сирийскую землю с нашей помощью придет окончательно. В Рязанском театре драмы состоялась премьера спектакля с очень любопытным названием. Эту пьесу написал наш земляк Игорь Витренко, а грант на создание спектакля выделил Российский фонд культуры. О премьере постановки в нашем следующем сюжете. В этой постановке, кажется, все подчинено известной тургеневской теме отцов и детей. Попытки догнать уходящее время, страх принятия решений и первая любовь. Сюжет пьесы вроде бы незамысловат, но благодаря актерам погружение и сопереживание происходит с первых минут. Простые, но внятные диалоги, юмор и современный сленг. Впрочем, отождествлять пьесу с русской классикой ее режиссер просит не торопиться. Это не классическая пьеса, когда мы там с ссылкой на какую-то историю, на какое-то время другое и понимаем, что другие характеры, другие какие-то нравы. Здесь просто люди, которые окружают нас. И мне кажется, вот эта простота, она с одной стороны должна привлекать внимание, а с другой стороны она и сложна для того, чтобы быть достоверными. Потому что судить о том, как было это во времена Чехова, Островского и других классиков, мы все равно делаем какую-то скидку. А здесь все рядом с нами, мы можем всегда проверить, так ли люди общаются, так ли они действительно влюбляются, так ли они переживают из-за своих чувств. Поэтому, в общем-то, и сложно, и просто. Вот такая история. Деньги на постановку пьесы трупа получила от Российского фонда культуры. Наш театр драмы победил во всероссийском конкурсе поддержки современной драматургии. Игорь Витренко, автор пьесы «Я танцую как дебил», активно принимает участие в конкурсах. И вполне себе результативно. Написанные им пьесы становились лауреатами различных творческих фестивалей. Да, мы выиграли грант, в который входила именно современная драматургия, которая ставится впервые. И для нас это важно, потому что мы мало того, что выиграли этот грант, это еще и пьеса нашего земляка, Лизанса Игоря Витренко. В общем, мы как бы попали в какую-то хорошую волну. И так как нам еще, что мы выиграли грант и дали такую возможность на средства гранта реализовывать эту постановку, тоже хорошее подспорье. И мне кажется, многое, что мы себе смогли позволить в такое не самое простое для нас время пандемии, каких-то урезанных финансов 50% зрителя, когда очень сложно театрам в это время, потому что там полгода вообще были без работы. И понятно, что какие-то проекты реализовывать, особенно такие крупные, с определенным количеством техники, это сложно. И грант, конечно, здесь очень помог. Один из современных театральных методов вовлечения – это когда зритель наблюдает за действом фактически прямо на сцене. Спектакль «Я танцую как дебил» на протяжении всего короткого театрального сезона до середины зимы будет в репертуаре театра. Времени вполне достаточно, чтобы пьесу оценили поклонники драматургии. Герман Гущин, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Это все новости на данный момент. Более подробно с событиями нашего региона вы можете ознакомиться на сайте город62.тв. Я с вами прощаюсь. До встречи.